Всем привет! Я Мила и в этом видео мы с вами посмотрим на новые лаки из линейки Даудо от российского бренда Масура. Это укрепляющие лаки для ногтей с голографией. Эти лаки содержат полезные вещества, такие как ортофосфорная кислота, капайский бальзам, экстракт корней и семян дикого сельдерея, декоферол, которые восстанавливают и укрепляют ногти. Давайте смотреть! И начну я с лака, который не является вроде укрепляющим, но тоже голографик. И это лак под названием бриллиантовый десерт. Это серебряный линейный голографик, причем в нем содержится какая-то особая новая голография. И она на самом деле очень эффектная и яркая. Лак сам по себе серебристый, особенно без солнечного освещения, но в нем как будто синий спектр ярко играет, поэтому он имеет голубоватый подтон. Также я в нем вижу такой золотой лучик, который бегает по ногтю, отражая яркий свет. Голография здесь мельчайшая, искристая. На первом слое лак полупрозрачный, но в два слоя полностью перекрывает свободный край и не просвечивает. То есть в целом лак довольно плотный. Он быстро сохнет и легко наносится, и имеет гладкий, но не очень глянцевый родной финиш. На мне два слоя плюс топ. И теперь укрепляющие голографики. Первый из них называется тополиный пух. И это тоже серебряный линейный голографик. На самом деле он отличается от предыдущего лака, я это покажу чуть дальше. Это тоже светлый серебристый голографик с золотым лучиком, бегающим по ногтю при попадании яркого света. Голография здесь тоже супер яркая, линейная. Радуги здесь просто нереальные и очень красиво оттеняются вот этим золотым отблеском. На первом слое лак практически прозрачный, и максимальной плотности достигает после третьего слоя. У него отличный родной глянец, и он быстро сохнет. Эти лаки вполне можно носить без топа, что я и сделала. На мне три слоя. И теперь небольшая сравнялка между бриллиантовым десертом на безымянном ногте и тополиным пухом на среднем. Десерт более плотный, ему достаточно двух слоев. В нем голография как будто мельче и частички как будто ближе друг к другу. А в пухе они буквально на микрон более рассредоточенные, но это все еще мельчайшая линейная голография. Также у десерта как будто чуть голубоватый оттенок в базе, а у пуха такого нет. Ну и отличия в основном можно увидеть только без яркого направленного света, то есть в тени. Далее лак «Золотая степь». Это темно-золотой линейный голографик. Этот и все последующие лаки будут по текстуре такими же, как и тополиный пух. Для меня такой оттенок это, конечно, нюд. Он практически идеально совпадает с оттенком моей кожи по контрастности. Но оттенок красивый, дорогой. А на солнце вообще бомба. Голография, конечно, с ног шибательная, как и во всей коллекции. Наносится лак легко, буквально пара движений кисти и слой готов. Он также не плотный, но будто менее просвечивает, чем предыдущий. После третьего слоя уже не видно свободного края, но возможно его можно уложить и в два слоя. Топ я также не наносила. Родной глянец у него отличный. И сохнет он тоже хорошо. На мне три слоя. Следующий лак называется «Песня соловья». Это холодный, светлый, розовый линейный голографик. Приятный оттенок, который становится глубже и насыщеннее при наслаивании. В принципе, можно остановиться на двух слоях, если слои плотные. Но у меня кончики на некоторых ногтях просвечивали, поэтому я добавила третий слой. Это спокойный нюдовый оттенок в тени и яркий искристый голографик на солнце. Еще в нем тоже бегает золотой лучик внутри. Я не знаю, возможно это шиммер, но в описании ничего об этом не сказано. Наносится лак также прекрасно, быстро сохнет. Финиш глянцевый и гладкий. На мне три слоя. Следующий лак называется «Родные просторы». Это темный, теплый, розовый линейный голографик. Вообще оттенок у него довольно сложный. Что-то среднее между розовым и красным меняется в зависимости от освещения. Мне немного напоминает мякоть арбуза. Но правда, когда я ела арбуз с этим лаком на ногтях, ничего общего в оттенке не нашла. Он вроде и насыщенный, а вроде и немного разбеленный, приглушенный. В тени, конечно же. А на солнце, как и во всей коллекции, очень ярко радугами переливается голография. Вообще очень интересный цвет. Он также отлично наносится, не плешивит, не полосит, быстро сохнет, имеет гладкий и глянцевый финиш. На мне три слоя. Далее лак под названием «Цветочные поля». И это теплый, розовый линейный голографик. Вообще он похож на песню «Соловья». У них одинаковая насыщенность цвета, но когда они рядом, разница очевидна. Этот лак поля действительно теплее. В конце на ромашке все три оттенка будут рядом для сравнения. То есть можно выбрать, какой оттенок вам ближе и больше подходит, например, по тону кожи. Ну или не выбирайте и берите все. Этот оттенок как раз подходит мне меньше, чем «Песнь соловья», но при этом он точно такой же послушный, легко наносится, не плешивит, не полосит. Плотность средняя, можно оставить в два слоя, но я нанесла три. И его тоже подсвечивает изнутри золотое свечение. Я бы сказала, это что-то среднее между предыдущими двумя оттенками. На мне три слоя. И последний лак в этой коллекции называется «Чистый родник». Это серо-голубой линейный голографик. И это еще один оттенок, который очень переменчив в зависимости от освещения. Он то более светлый, то более темный, иногда более серый, иногда более джинсовый, голубоватый, синеватый, иногда наоборот зеленоватый. Постоянно меняется его восприятие в зависимости от цвета. Для меня он такой дождливый, туманный, но на солнце он раскрывается по полной, ярко горит голографией с бегающим золотым лучиком. Опять же, он послушный, но возможно чуть жидковатый. По плотности может хватить двух слоев, но я нанесла три, как обычно. У него гладкий глянцевый финиш и он быстро сохнет. На мне три слоя. Вот такая получилась коллекция. Радует, что это не просто обычные голографики, а еще и укрепляющие лаки. И помимо красивого маникюра, можно получить еще и пользу от питательных веществ, находящихся в составе. Больше всех мне понравился бриллиантовый десерт и чистый родник. А какие лаки понравились вам, пишите в комментариях. А у меня на этом все. Заглядывайте в мой телеграм-канал, куда я публикую все сводчи и лаконовости. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok